Во-первых, это сложная игра. Я думаю, обе команды сегодня хороший футбол показали, обоюдоострый. Я соглашусь с вами, что, скорее всего, мы были ближе к победе, потому что, судя по тем моментам, которые мы создали в Роспартака, мы, наверное, имеем право об этом говорить сейчас. Чем мы можем быть недовольны, конкретно, если говорить про мою команду, то это последние 15 минут первого тайма. После забитого гола, минут пять еще мы действовали неплохо, но потом провалили концовку, где соперник мог забивать со стандарта. Но хочу еще отметить, что в первом тайме у нас было два выгодных шанса для того, чтобы увеличить счет. И, возможно, уже нельзя так, может быть, говорить, может быть, самонадеянно, может быть, игру можно было и в первом тайме закончить. Хотя, понятно было, что «Спартак» не остановится, будет идти вперед. Во втором тайме, считаю, что сами подарили гол сопернику, надо было более рационально действовать, более, скажем так, вдумчиво. Нельзя постоянно делать одно и то же при вводе мяча от ворот. Есть определенные взаимодействия, которых ребята знают, но почему-то этим игнорировали, упростили игру. И, как следствие, когда команда расставлена широко и теряет мяч, то сложно. «Спартак» хорошо играет в переходах. Они воспользовались нашей ошибкой, ну и один-один. Ребят я поздравил, потому что они играли хорошо, они хотели играть на победу. Они создали после пропущенного гола еще несколько моментов. Было ряд спорных эпизодов, но это уже, я надеюсь, что есть люди, которые это должны разбирать. Справедливо все эти эпизоды оценят, и мне просто интересно будет их вердикт по поводу того эпизода, когда мы имели все основания на 11-метровом. Я считаю, что там был фолл 100% на Канаеве. Но посмотрим опять же. Тут что-то комментировать, наверное, сейчас не стоит, надо пересмотреть. Но судя по тому, что мне сказали коллеги, по видеозаписи там был фолл. Но результат 1-1 и какой есть. В принципе, у нас это был крайний матч дома. Мы хотели победить, хотели порадовать болельщиков победой. Теперь будем, попытаемся сыграть хорошо в Нижнем Новгороде и взять три очка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!